В городе Салават, что в 150 километрах к югу от Уфы и рубрики у наших юго-западных соседей по глобусу, посредь бела дня бухой 30-летний мойщик машин угнал со своей родной автомойки белую ладу-весту клиента и на ней залетел в сугроб. А в этот момент, в этой точке пространства, нарисовался наряд ГАИ, который выехал на патрулирование вверенной территории со своей базы на Уфимской 105, повернул налево на вокзальную, потом направо на индустриальную, прокатился по ней мальца, глядь, веста финишировала в сугроб. Гаишники вышли посмотреть чё к чему, помочь если чё, вдохнули свежего февральского воздуха, а от веста вода пахнуло бухлом. Его продышали в дудку и дыхательная гимнастика показала 0,76 мг на литр. Это не в кашу, но это железобетонное опьянение со всеми вытекающими штрафом и лишением. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что лишать его особо-то и нечего, ибо прав у накиданного автомойщика не было. Гаишникам угонщик пояснил, что взял машину будто бы у знакомого, чтобы, значит, сгонять в магаз за сигаретами. Он не справился с рулем, приехал в обочинный сугроб. В тот момент, когда в ГАИ клиента оформляли по административке, в дежурку ворвался хозяин Весты и заявил, что его белую ласточку только что потырили прямо с автомойки. И он был очень сильно удивлен, когда гаишники ему сказали, «Спокойно, товарищ, ваша машина уже найдена, угонщик задержан, вот он перед вами». «Да как же это возможно? Ведь я только что заяву написал, не унимался хозяин Лады». «Новые технологии», – скромно ответили гаишники в рамках этого выдуманного диалога. Поскольку Бухова, бесправного пилота, лишить прав не представлялось возможным, постольку суд выписал ему за пьяное руление 12 суток пребывания в изоляторе временного содержания. Но понятно, что это далеко не все, что предстоит пережить датому автомойщику в плане наказания. Против него, естественно, возбудили уголовку по 166 УК. Угон. А это в пиковом случае до пяти лет неволи на душу населения. Вот те и съездил за сигаретами. Теперь, после такого злодеяния, на пачках с табачком можно смело писать не только «Импотенция», «Инфаркт», «Смерть», но и «Тюрма».